Сразу после сентябрьской мобилизации в крае развернулась масштабная работа волонтеров. Десятки общественных организаций и обычные жители начали объединяться, собирать, покупать и шить вещи для бойцов. У меня нет никого мобилизованного. То есть, казалось бы, это не моя беда, это не мое событие, что меня кто-то забрали, но я не могу оставаться безучастной. С утра до позднего вечера неравнодушно несли коробки и пакеты с вещами. И даже после появления информации о том, что всем необходимым мобилизованы и обеспечены, благотворители продолжили и помогают до сих пор. Как говорят, лишним не будет. Один вынес девочку из пожара, двое других юных жителей края спасли утопающих. За проявленное мужество в ноябре подростки получили награды. К примеру, Саша из Миногорска летом бросился на помощь тонущей пятилетней девочке. Я заметил девочку, как из-под нее круг улетел. Подплыл к ней сзади, обхватил ее, чтобы она сильно не тонула. Круг плыл в мою сторону еще, с которого она улетела. Я схватил ее за руку, закинул на этот круг. Дальше заставил ее до берега, где нас встретили. Во время этого она мне еще сказала, не отпускай меня. Тимофей из Барнаула тоже спас тонущую девочку, а 15-летний Илья из села Староалейского вынес девочку из горящего дома. Свяжут ли в будущем ребята свою профессию со спасением людей, пока неизвестно. Но своими поступками они уже доказали, что всегда готовы прийти на помощь. А вот барнаулец Геннадий Долгополов не спасает жизни, но добрые дела совершает регулярно. Уже 15 лет он сажает деревья и ухаживает за ними в Мизюлинской роще. Честно говоря, я ему удивляюсь. Это вот самый удивительный на моей истории человек, который вот 12 лет высаживает вот здесь вот деревья. Находятся люди, которые это ломают, а он упорно продолжает это все равно высаживать. Сколько деревьев благодаря Геннадию выросли в роще, уже и не сосчитать. Да он и не пытался. Хочет только, чтобы люди были добрее и не губили зеленые насаждения, не ломали скамейки, а исключительно наслаждались природой и благоустраивали рощи в любое время года. А эта история уж точно растопила много сердец. Корреспондент нашего канала «Супруга» спасли пса, которого из-за серьезного недуга должны были усыпить. Джек красил бруки. Глухой с рождения. И усыпить его хотели несколько раз. Но в семье Дроздовых решили, что это совсем не слабость собаки, а ее фишка. Он не лает, он не слышит, что лают другие собаки, он на них не реагирует. То есть мы идем по улице, и он не видит, например, собаку сбоку, и она на него лает, что ты типа давай поиграть, а он идет такой спокойно. Мы говорим, да у нас воспитанный пес, поэтому он не реагирует на всякую мелочь. Семья счастлива, что у них теперь живет такой пес, и бруки отвечает им взаимностью. Благодаря неравнодушным выжил и барнаульский кот, которым отрубили передние лапы и бросили умирать на морозе. Волонтеры мечтали поставить в Алаби, что называется, на ноги. И вот спустя полгода и помощи неравнодушных в 200 тысяч рублей летом коту установили протезы в Новосибирской клинике. Когда протезы срастутся с костями и кожей, в Алаби сможет жить, как полноценный кот. Татьяна Голубева, День Столка.